Я помню, как мадам Бхате, миссис Бхате рассказывала в своё время «Чавай-туги, чавай-туги». На всяком случае, такое стихотворение, такое шуточное, которое половину, две пады из этой шлоки состояло «Чавай-туги, чавай-туги», вернее, «Чавай-туги, чавай-туги», вернее. Поэт, он не знал, чем закончить, штрафу у него одна пада осталось, поэтому я закончил «Чавай-туги, чавай-туги». Это был поэт, который хотел стать предводным поэтом, ему царь задал задание разбудить его слогой поутру. И вот он говорит, и дальше один слог остался, и он слышал, что санскрит можно как угодно разделять, слава, он ку-ку-та, петух, он разделил ку-ку и та, и он мукам пракшала я сватах, он взял окончание, вот последний кусок из слова ку-ку-та, мукам пракшала я сватах, и дальше прабхатэ, рататэ, поутру кукарекает ку-ку, что должно быть ку-ку-та, которую он разделил. И дальше он просто не знал, чем закончить, он закончил так «Чавай-туги», «Чавай-туги». Так что «Чавай», когда вы видите «Чавай-туги», «Чавай-туги», это значит, вполне может быть, что просто это падапур для заполнения лишних, ну, потому что нам слог должен. Но здесь по смыслу как бы не подходит, поэтому, скорее всего, да, это заполнение. Да, это «Ча» можно как «Ж», что-нибудь такое, вот как «Авадгаране», что-то в этом роде, да. Да, значит, вот эта гора задрожала, быстро же задрожала. Ашу здесь как наречие, да? Ашу, ашу быстро, да, ашу – это наречие, да. Если вы посмотрите, там будет стоять, наверное, «индекл», «индеклайнабл» в Монье, проверьте. Да, ашу – это наречие, да. Нет, ну, там, в принципе, его как и прилагательное можно использовать. Я никогда не видел, честно говоря, ашу. Но здесь окончания нету. Нет, нет, это наречие, да-да-да, это просто наречие. Ашу. А, да, ну, смотрите, где это используется. Да, вот ашу, изуна-ди-судар, ригведа, адхарваведа, шатапата-брахмана. То есть в классическом санскрите это вот ашу просто quickly, quick, immediately, direct, indeclainable. Лично я ашу видел только в классических текстах. Все же, везде, где я читал, это только наречием. А в ригведе, да. Видимо, в ригведе, может, оно изначально было прилагательным. Ну, наречия, они часто из прилагательных или существительных образуются. Хорошо, здесь просто, значит, быстро задрожало. Апипиде, у нас слово в номинативе. Да, но здесь, получается, это самаса, я так понимаю, потому что окончания у первой части нету. Так, ну, понятно, у нас есть, мы разделяем copy, да, а как было бы окончание? Ну, допустим, просто copy, copy, да? Копихи, да, копихи, да. В данном случае, никак.